В любом из случаев, либо при разработке с нуля, либо при разворачивании сайта на основе готового решения, очень часто разработчики допускают одни и те же ошибки. Например, оставляют настройках сайта демо-данные, для контроля которых можно использовать свои автотесты. Как сделать свой тест, я покажу на простом примере автоматической проверки наличия информации о разработчике сайта. Под системными тестами на данном тестовом проекте выведена еще одна группа тестов – корпоративные тесты качества IT-улей. В ней три теста. Первый у нас проверяет, если хотя бы в одном из инфоблоков установлена опция использования сервиса автоматического перевода для формирования символьных кодов из названия элементов, а ключ сервиса перевода не введен, то выдается ошибка с подробным отчетом, где выставлены такие галочки. Второй тест автоматически проверяет, не оставил ли программист в настройках сайта имейлы с нашим корпоративным доменом. Не оставил ли демо-заголовки и метатеги. Запускаем. Обнаружены проблемы. Смотрим отчет. Найдено три ошибки. Указан тестовый имейл-адрес в настройках главного модуля. Указано тестовое название сайта в настройках главного модуля. Указан тестовый имейл в настройках модуля интернет-магазин. Идем в настройки и исправляем на имейлы клиента. Постепенно мы пополняем этот тест новыми проверками. Третий тест очень простой. И на нем я вам покажу, как автоматически проверять, добавил ли программист информацию об интеграторе. Идем в файл bittrex.phpinterface.init.php. Там подключаем файл checklist.php с нашими тестами, которые находятся здесь же в папке include.at.hive. Открываем файл checklist.php в редакторе. Первое, что делаем, добавляем обработчик, выполняющийся при формировании чеклиста монитора качества. Далее объявляем класс и в нем ту же функцию. В ней объявляем массив чеклист, который будет содержать массив группы тестов и сами тесты. Объявляем группу тестов с ключом at.hive.qc. Задаем ей соответствующее название. Кооперативные тесты качества эти углей. Теперь объявляем сами тесты. Первые два пропускаем, рассматриваем третий. С ключом at.hive.support. В данном массиве указываем группу тестов, которой он принадлежит, обязательность прохождения теста, автоматически он или нет, имя класса, текущий класс, имя метода, имя теста, которое выводится в списке, и окне теста, описание теста, который выводится во вкладке рекомендации, и как проходить тест. Параметры и описание теста завели. Теперь нужно создать саму функцию проверки, то есть метода, имя которого мы указали в параметрах теста checkSupport. В этом методе объявляем путь до файла, который нужно проверять. Проверяем, существует ли этот файл, и не пустой ли он. Если есть и не пустой, то в массив фарресульт определяем две обязательные переменные, статус и месседж. Переменная месседж должна быть массивом, который должен обязательно содержать переменную превью. Если тест не пройден, то хорошо выводить в детальное описание почему. Метод должен возвращать массив арресульт. Вот и все, тест готов. Надеюсь, все было понятно. Успехов в работе!